И всем привет, ребят! С мистером Ванькисю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик я бы хотел бы начинать с каким-нибудь интересным разговором по типу записи игрового видоса, либо нашего разговорного. Уже даже начал один видеоролик, записывал, но как только я скатал один бой, дальше прогрузиться я уже не смог. К сожалению, наша игра не работает на сегодняшний момент времени. Я уже раз 100, может быть, больше обновился. И у меня в этом плане не получается абсолютно никак загрузиться в нашу игру. Это уже продолжается на протяжении 3-х, наверное, или 4-х дней с момента выхода вот этой вот замечательной надписи с 3-го марта. И с этого дня у нас есть проблемы в игре, есть проблема именно с загрузкой в нашу игру. То есть отключается возможность доступа, с чем это связано, поговорим сегодня об этом. Ну и обсудим, да, этот уже наболевший момент. Вы знаете, что у нас на протяжении долгого периода времени были ДДОС-атаки в игре. После чего они все были решены. Поставили новые сервера, поставили новую защиту, поставили все. Сделали для того, чтобы больше у нас никаких проблем в этом плане нет. Проходит пару месяцев, и вот тяна все опять возвращается в освояси. И мы в очередной раз испытываем проблемы с нашей игрой. В очередной раз я не могу загрузиться, я не могу поиграть, я не могу даже записать видеоролик по нашей игре. Потому что нету возможности сюда зайти. И это уже работает на протяжении, получается, 5 дней с определенными перерывами. Но происходят вот эти вот технические проблемы, когда вы не можете просто-напросто зайти в игру. Если бы я сейчас был бы в игре, если бы я туда зашел и играл бы в бою, то у меня было бы все хорошо. То есть есть сейчас игроки, которые могут играть, есть игроки, которые не могут загрузиться в игру. Потому что у них происходит, например, какая-то критическая ошибка. Они начинают обновляться, а когда ты обновляешься, то вот этот момент как раз-таки входа в игру, он заблокирован. Многие говорят о том, что это DDoS атаки. И то, что все это то же самое, что и было до этого. Но я могу вам сказать так, что это точно не DDoS. Потому что DDoS выглядит немножко другим образом. Тогда полностью лежат сервы, у вас нет возможности вообще войти на них. А это как раз-таки проблема со входом. То есть здесь у нас блокируется возможность зайти в игру. То есть это очередная какая-то дополнительная отшибка от, наверное, того же самого человека, который дедосил наш проект. Который и на две недели сломал вообще игру. Да, если вы такие моменты помните. И сейчас нашел очередной способ, как нагадить нашей игре. Как сделать так, чтобы игра опять у нас не работала. И в очередной раз у нас есть проблемы, о которых я не могу не говорить. То есть это не DDoS, но это проблема со входом. Которая, наверное, приближает все это дело к DDoS. Но немножечко другой способ отключения нашей игры. Потому что на серверах танковых стоит защита от DDoS. И положить сервера на сегодняшний день невозможно. То есть нет возможности такого положить сервера. Но появилась новая проблема. А именно проблема со входом. Где-то здесь есть возможность как-то все это дело отключить. И мы вместе с вами просто-напросто не можем попасть в нашу игру. То есть если вы зайдете в игру, загрузитесь в бой, вы будете играть. Если вы не попали в нашу игру, то возможности у вас зайти уже никакой не будет. Но если вы играете в бой, то вы оттуда не вылетаете. Потому что у вас не поднимается пинг и сервера полностью не ложатся. То есть есть какие-то сервера, которые идеально работают. Есть сервера, у которых есть проблема со входом в игру. И войти вы в нее просто-напросто не можете. И вот так вот на протяжении длительного периода времени. Уже на протяжении 5 дней у нас есть вот эта вот замечательная проблема очка. Многие теряют из-за этого премку. Теряют дополнительные звезды, контейнеры. Ну и все в этом духе. Вы понимаете как это работает, как это работало раньше. В принципе оно работает так же самое и сейчас. К чему я все это дело веду? Я веду конечно же это все дело компенсации. И во-первых надеюсь, что в ближайшее время все это дело пофиксится. Все это дело починится. И мы не будем видеть эти проблемы. Мы уже наконец-то вообще полностью забудем про все додосы. Про все ошибки. Про все что только было в этой игре за последний год. Да, потому что уже начался даже новый год. И у нас в очередной раз эти есть проблемы. Мы получим компенсацию. В виде потраченных дней према. Потраченных звезд. Неполученных. Дополнительных контейнеров. Кристаллов. Да, которые я лично, как и вы, просто-напросто теряем. Да, и если я на протяжении уже вот этих пяти дней не записывал видос и не говорил вам об этом. Это не значит, что у нас с игрой на протяжении всего этого времени было все в порядке. Да, я изначально записал один видос о том, что я думал, что это додос. Да, но сейчас я могу сказать, что это не додос атаки. Это не додос атаки. Это просто реально ошибка входа в игру. Да, то есть просто блокируется вход в игру и у вас нет возможности в нее зайти. Все это дело вызвано все тем же самым каким-то определенным способом, дабы навредить нашей игре. Поэтому если вы сейчас бомбите, негодуете, то мой вам совет набираться терпения. Не тратить свои нервы. То есть все должно заработать и в принципе ежедневно это продолжается не на определенный длительный срок. То есть это возможно как-то сами разработчики потом разблокируют и все начинает работать. Но пока что вот эта вот проблема сохраняется изо дня в день. Какой-то период времени у нас игра не работает и нет возможности именно входа в нашу игру. Вчера вообще были какие-то критические лаги, когда у нас игроки прогружались по 2-3 игрока именно в катку. И там были полностью пустые бои. Сегодня вот я столкнулся например с такой проблемой. Хотел записать еще парочку видеороликов сегодня контентовых интересных. Но к сожалению вот с такой проблемой, с такой ошибкой я столкнулся. И по итогу полный видеоролик с контентом по одному очень интересному вооружению я записать не успел. Но надеюсь что я запишу его чуточку позже. Ну а вы пишите что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком если хотите чтобы все это закончилось. Чтобы все работало четко у нас эффективно. Чтобы я наконец-таки уже перестал записывать раз в какой-то энный период времени видосы. То что у нас не работает игра, то что у нас опять какой-то додос, опять какие-то проблемы. Ну и лайк если вы так же как и я считаете что у нас за такие моменты всегда в нашей игре должна быть компенсация. Поэтому я жду компенсацию. Если вы ждете, так же само пишите все это дело в комментариях. Посмотрим сколько нас, сколько человек готовы прямо сейчас вкусненькую компенсацию за это дело получить. Потому что ну я считаю что мои нервы стоят компенсации 100%. 100% я мог бы сейчас бы звездочки колотить, мог бы видосы записывать. Но я даже не могу зайти в нашу игру. Просто не могу в нее зайти. Поэтому поддерживаем данный видос лайком. Подписываемся на этот замечательный канал. Ну и в комментариях пишем, что мы ждем эту замечательную компенсацию. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok